В силу закон называется, я оставлю, про собливость издействия правовластности у богатоквартирного будинка. То есть, начиная с 1 июля, все дома становятся, они и раньше были, но в данном случае уже становятся фактической собственностью жителей, жильцов домов. И хотим мы того или нет, по умолчанию, да, вот закон предусматривает, что хотим мы того или нет, предусматривается, грубо говоря, три формы управления домом. Первая форма управления домом – это создание, так называемое, объединение совладельцев многоквартирного дома, при котором жильцы объединяются и в конечном итоге выбирают себе управление и сами хозяйствуют в доме. Второй вариант – это так называемое прямое управление домом, когда любое решение принимается жильцами. Это нереальный вариант, когда жильцы собираются и принимают решение. Сделаем вот это, сделаем вот это. Ну, видите, как собираются жильцы в собрании просто поговорить, а уверяю вас, когда речь будет идти о принятии каких-то решений, людей будет еще меньше. И третий вариант – это передача дома в управление управляющей компанией. Причем, если вы сами не определитесь, как будете хозяйствовать, это решение примет за вас городская власть. Ну, а чем это нам грозит? Грозит это тем, что те решения, которые будет принимать управляющая компания, она сама будет принимать эти решения так, как сочтет в принципе нужным. Есть вариант, когда вы создаете ОСББ и приглашаете ту же управляющую компанию или какую-то другую. Но это будет ваш выбор, это будет ваше решение. И фактически эти люди, которые от вашего имени будут действовать, будут понимать, что в любой момент вы можете принять решение и эту компанию поменять. Поэтому мое глубочайшее убеждение, что надо создавать ОСМД, брать власть в свои руки и управлять этим процессом. Дом, где я живу, в доме, в котором я живу, в ОСМД 10 лет. И мы не были такие умные, что вот надо это дело делать, нас жизнь заставила. А у нас двор поменьше вашего, и мы собирались построить 14-этажный дом. И юристы нам посоветовали, для того, чтобы как бы противостоять этому строительству, мы создаем ОСМД. ОСМД будет иметь право на придомовую территорию, а по закону земля вокруг дома это собственность наша. И мы такую ОСМД создали. Было очень сложно. Никто не понимал, 10 лет назад это 2006 год. Тем не менее, мы это создали. И в течение 10 лет научились хозяйствовать. У нас есть председатель правления, который живет в нашем же доме. И есть правление. 5-6 человек, было 6, там одна женщина умерла. 5 человек это те люди, которые фактически определяют всю политику дома. На собраниях принимают решение, куда тратить деньги, которые не куда-то уходят, а на счет ОСМД. В любой момент можно получить отчет, сколько их пришло, кто заплатил, кто не заплатил. В конечном итоге определяется, собирается какая-то сумма денег, и на собрание принимается решение, что мы с ними делаем. За 10 лет у нас заменены все лежаки, у нас абсолютно сухие подвалы. У нас отремонтирована крыша. В этом году отремонтированы дымоходы, потому что дому 60 лет в этом году будет. И уже начал сыпаться кирпич, посыпалась штукатурка, нашли деньги на это. Мы закрыли в этом году, закрыли двор, ну у нас двор там, арки, закрыли ворота. И я сейчас могу открыть и закрыть въезд в дом. То есть кто попадет, туда не видит. Стоят открывающиеся ворота. И в конечном итоге создание такой юридической структуры позволяет обращаться к городской власти и требовать деньги на те или иные программы. Значит, в городе сегодня... Субсидирование, да? Фактически субсидирование, да. В городе предусмотрено несколько программ. Есть такая программа 10 на 90, когда, как говорится, на шару никто ничего не дает. Но вы говорите, что вам определяется, что вам нужно крышу отремонтировать. К примеру, отремонтировать крышу. Определяется стоимость этой крыши. Вы находите у себя 10% от суммы этого подряда, 90% дает город. И мы три раза воспользовались, в течение 10 лет, три раза воспользовались этой возможностью. Вот и за счет этих денег сделали многие те работы, которые, в общем-то, тысячелетние делали в других домах. У нас стоят два одинаковых дома, ну, различия очень сильные. Разница между одним двором и другим, и по состоянию этого дома. Поэтому мы обречены это делать, потому что у большинства людей единственная ценность, собственность, которая есть, это их квартира. И многие до сих пор не понимают, что квартира, она же находится в доме. Если дом будет разрушаться, то рано или поздно это все дойдет до квартиры. Я забирал на крышу деньги, чтобы лифт не затекал. Я накрывал и в машинном зале эти все двигатели, чтобы не зарел. Придется больше. Потому что самая большая проблема в таких домах это лифт. Да, так вот проблема в чем, что верхние этажи сдали там по 50 гривен. Ну, до пятого этажа дошло там 20, 30, кто как моет. Они же это все, а на меня не течет. Во, логика какая-то. В данном случае, в данном случае, эти решения принимают жители дома, не дядя Вася, но самое ценное, что деньги копеечка к копеечке собираются, и вы не задаете вопрос. Мы каждый месяц платим квартирную плату, куда деваются люди. Вы их видите сами, и вы сами определяете. Сегодня сделали в этом подъезде. За это время у нас, у вас здесь я нигде не вижу, у нас 13-й подъездный дом, в 8 подъездах стоят металлопластиковые окна. Мы поняли, что выгоднее поставить металлопластиковые окна в подъезде. Были холодные подъезды, сегодня в подъездах стоят батареи, потому что мы понимаем, что если среда будет теплая, ну, будет тепло подъездов, будет тепло и в квартирах. Мы даже на этом начали экономить. Вот буквально на прошлой неделе заключили договор на установку окон еще в двух подъездах. Останется еще три. Я думаю, что в этом году мы эту программу закончим. Ну, я думаю, с таким депутатом как бы там можно крутить. На лестничных площадках окна, все подъезды, первое, что сделали, закрыли. Ну, были расчеты при САВДПе неплотности окон, что учитывалось при отоплении. В доме была уборщица. Как часто этот объект будет? Деречка, подходите, подходите. У нас в доме самый высокооплачиваемый работник, это уборщица, дворник. Она получает где-то больше трех тысяч гривен, но на ней уборка двора. У нас большая придомовая территория. У нас она убирает раз в неделю подъезды, раз в две недели подъезды моются. То есть, сразу делали так, нанимали каждый подъезд своего уборщика, пришли к выводу, что надо делать это централизованно. В результате определенный порядок во дворе. Она же смотрит за цветочками, люди помогают. И когда такая работа ведется, и люди откликают.